Здравствуйте, это программа городские встречи, меня зовут Максим Васильев, все ближе дата 1 декабря для всех налогоплательщиков, это дата знаковая, время платить налоги, и обо всех особенностях этого процесса поговорим сегодня с Михаилом Минко, заместителем руководителя УФНС России по Рязанской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Леонидович, 1 декабря срок уплаты, изменилось ли количество уведомлений, которые приходят людям, и, главное, суммы ли корректируются, подлежащие к уплате? Да, действительно, 1 декабря истекает срок своевременной уплаты нашими гражданами, рязанцами, имущественных налогов, все они уже должны были получить налоговые уведомления, соответственно, компания по рассылке налоговых уведомлений 2021 года подходит к концу. Несколько слов по статистике. В этом году направлено рязанцам было практически такое же количество уведомлений, как и в прошлом году, оно немного уменьшилось, это 556 тысяч налоговых уведомлений. Из них 382 тысячи было направлено на бумажный носитель по почте, и 175 тысяч, это почти одна треть от всех налоговых уведомлений, были направлены в электронном виде через личные кабинеты налогоплательщиков. Хочется отметить, что количество таких электронных налоговых уведомлений в этом году возросло. В прошлом году четверть от общего количества налоговых уведомлений направлялось в электронном виде. Можно сделать вывод, что все больше рязанцев пользуются именно электронными средствами общения с налоговыми органами. То, что касается объектов налогообложения, количество таких объектов в 2020 году, в течение 2020 года выросло и по количеству земельных участков, и количеству объектов имущества, и транспортных средств. Если говорить о земельных участках, то около 3000 прирост таких объектов. Всего на конец 2020 года у нас в базах налогового органа содержались сведения о 426 тысячах земельных участках. В части объектов капитального строительства их 717 тысяч, их количество увеличилось более чем на 12 тысяч объектов. И количество транспортных средств увеличилось на 2000 и составляет 458 тысяч таких объектов. Что касается суммы налога, она практически осталась на уровне прошлого года. Это порядка 2,5 миллиарда рублей было начислено нашим гражданам. Рост небольшой, где-то около 2% по сравнению с прошлым годом. Но на небольшой рост повлияли те меры поддержки, которые оказывались индивидуальным предпринимателям, которые были заняты в пострадавших от коронавируса в отраслях. Кроме того, возросло количество льготников. Это прежде всего пенсионеры, предпенсионеры, также ветераны боевых действий. А скажите, порядок как-то изменился, начисление и уплаты имущественного налога? Нет, порядок исчисления и уплаты остался прежним. То, что касается, больше всего возникает вопросов по налогу на имущество физических лиц. Так же, как и в прошлом году, он исчисляется по прямой формуле, без каких бы то ни было понижающих коэффициентов. Однако, при расчете используется ограничение суммы налога в размере 10% по каждому объекту. То есть, что такое прямая формула? Это налоговая база, умноженная на налоговую ставку. В нашем случае, соответственно, налоговой базой является кадастровая стоимость. Из этой кадастровой стоимости вычитается кадастровая стоимость необлагаемой части объекта. То есть, напомню, это 10 метров для комнаты, 20 метров для квартиры и 50 метров для жилого дома. То есть, кадастровая стоимость этих леготируемых, скажем так, метров вычитается из общей кадастровой стоимости. И эта сумма является налоговой базой. Немножко уточним. Если у дома два собственника, то оставшаяся налогооблагаемая база будет в равных долях распределена? Совершенно верно. Вычет дается именно на объект, а не на собственника. Именно поэтому достаточно много вопросов. И возникают они именно с тем, почему у меня в прошлом году, например, по налогу на имущество была по такому же объекту одна сумма, а вот в этом году она немножечко изменилась. Как раз дело в том, что мы постепенно переходим к исчислению налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости. И ежегодно этот налог немножечко прирастает. Но он не может вырасти больше, чем на 10%. Поэтому вот эта сумма действительно может меняться. В части самих налоговых уведомлений, что хочется отметить. В налоговом уведомлении уже второй год не направляются отдельно платежные документы. То есть вся необходимая для оплаты информация содержится в самом налоговом уведомлении. То есть это по каждому налогу QR-код и так называемый УИН. Уникальный номер, по которому можно совершить оплату без помощи каких-то дополнительных платежных документов. Хочу еще что напомнить. В налоговом уведомлении отображаются только те объекты собственности, по которым сумма налога исчисленная к уплате больше нуля. Таким образом, если у налогоплательщика имеется льгота по какому-то объекту, то такой объект в налоговом уведомлении не отображается и налогоплательщик его в своем уведомлении не увидит. И если, например, льгота предоставляется по всем объектам собственности, соответственно, такое уведомление вообще не формируется и не направляется в адрес налогоплательщику. Но волноваться ему придется или нет, если уведомление не пришло? В таком случае не придется, если он знает, что он льготник. Можно еще немножечко по этому вопросу? В этом году кардинально изменился порядок зачета переплаты имеющегося у налогоплательщика. Ранее при формировании налогового уведомления учитывалось только переплаты непосредственно по тому же налогу и глубиной не более трех лет. То есть именно такая переплата могла быть зачтена в счет последующей уплаты. Сейчас это кардинально изменилось и учитывается любая переплата по всем четырем налогам, которые уплачиваются физическими лицами. То есть это земельный налог, налог на имущество физических лиц, транспортный налог и НДФЛ. И вне зависимости от того, когда эта переплата возникла. То есть если такая переплата у налогоплательщика есть, она при формировании именно налогового уведомления будет зачтена автоматически в счет будущей уплаты. Таким образом, если переплата у налогоплательщика превышает или равна сумме налоговых обязательств, такое уведомление также не формируется и не направляется налогоплательщику. Вы упомянули льготы, которые предоставляются физическим лицам. Какие-то изменения по имущественным налогам в этом году произошли? В части льгот больших изменений нет. Большинство льгот, так же как и в прошлом году, предоставляется в проактивном, беззаявительном порядке. То есть на федеральном уровне мы получаем информацию от пенсионного фонда по пенсионерам, предпенсионерам. Вот в этом году начали получать информацию о ветеранах боевых действий от пенсионного фонда. На региональном уровне мы получаем информацию о многодетных семьях от органов соцзащиты для того, чтобы предоставить льготы, соответственно, гражданам, которые имеют трех и более несовершеннолетних детей. В части предпенсионеров, что хочется отметить. В общем случае предпенсионерами, которые имеют право на налоговые льготы, являются женщины, достигшие, соответственно, 55 лет, и мужчины, достигшие 60-летнего возраста. В части многодетных уже третий год применяется такая мера социальной поддержки. На федеральном уровне, соответственно, она включает в себя льготу по земельному налогу, вернее, не льготу, а вычет по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 6 соток по одному земельному участку. И в части налога на имущество физических лиц это вычет в размере 5 квадратных метров жилья по квартире, части квартиры, по комнате, и 7 квадратных метров жилья по жилому дому или части жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. Скажите, что-то в личном кабинете изменилось, налогоплательщика, в электронном? Все новые и новые возможности появляются в личном кабинете налогоплательщика. Так сейчас налогоплательщики могут не только подать любое заявление, получить любую справку, увидеть ту информацию, которая имеется у налоговых органов по объектам налогообложения, контролировать состояние расчета с бюджетом, заполнить в режиме онлайн декларацию 3НДФЛ. Притом все необходимые данные автоматически подтянутся из баз данных налоговых органов. Но кроме этого, из нового налогоплательщики могут увидеть сведения о своих банковских счетах в своем личном кабинете, могут получить данные по справкам 2НДФЛ от своего работодателя. Кроме того, в настоящее время, буквально недавно появилась такая новая возможность, называется она семейный доступ. То есть налогоплательщики могут в своем же личном кабинете получить доступ к данным своих несовершеннолетних детей. Вот это очень удобно. В профиле имеется теперь такая новая вкладка «семейный доступ». Туда, соответственно, можно добавить ребенка, и после того, как пройдет проверка, что это действительно является ребенком налогоплательщика, в разделе налоги уже будет иметься доступ именно к налогам этого несовершеннолетнего ребенка. То есть количество сервисов, количество тех данных, которые предоставляются налогоплательщику через личный кабинет, оно постоянно растет. Сейчас времена непростые, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, и большинство плательщиков задают вопросы именно, как, не выходя из дома, можно оплатить налоги. Множество сервисов существует, можно это сделать онлайн. Прежде всего, на сайте ФНС России в личном кабинете можно оплатить налоги. Есть специальный сервис уплата налогов и пошлин. Через него тоже можно это сделать, как при помощи QR-кода, который находится в налоговом уведомлении, так же и при помощи уникального номера, который также находится в уведомлении. Кроме этого, существуют практически у всех банков специальные сервисы, например, Сбербанк Онлайн, в котором можно также совершить такую оплату при помощи смартфона, при помощи этого QR-кода или уникального номера. Поэтому наряду со старыми способами оплаты через банк, через почту существует множество возможностей сделать это именно через интернет в режиме онлайн. Смотрите, как быть людям, которые не успеют оплатить налог до 1 декабря? Ну, держал до последнего, скажем, условно в голове, а потом бах и время прошло. Что ему делать? Попадает ли он под какие-то жесткие санкции и есть ли там, не знаю, какой-то период прощения? Начиная уже со следующего дня, после срока оплаты, то есть начиная со 2 декабря, будет начисляться спиня по ставке, равной 1,03 ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поэтому как можно быстрее нужно совершить оплату, в том случае, если все-таки налогоплательщик этого не сделает, то ему будет направлено требование об уплате налога. И в этом требовании будет указана не только сумма прочитающегося к уплате налога, но и сумма соответствующих пеней. Поэтому чем раньше это сделать, тем лучше. В том случае, если и на требования человек не ответит и не будет, соответственно, по этому требованию не уплатить налог, в этом случае уже в судебном порядке будет взыскиваться с него задолженность за счет имущества, соответственно, должника. Кроме того, есть еще такая мера по отношению к должникам, как отсутствие возможности покинуть Российскую Федерацию. То есть запрет на выезд за пределы Российской Федерации. Поэтому еще раз призываю платить налоги вовремя. А скажите, пожалуйста, вот насколько высока сознательность граждан? То есть часто ли вам приходится сталкиваться с неплательщиками? Вы говорили о том, что возросла сейчас налогооблагаемая база, люди больше приобретают автомобилей, участков земельных. Вот эта статистика, она как выглядит? Ну, у нас есть такой показатель, как собираемость налогов. То есть когда налогоплательщик в свое время исполняет свои налоговые обязательства. В прошлом году такой показатель в Рязанской области составил 78%. То есть 78% налогоплательщиков оплачивают налоги в срок вовремя. Вот по остальным, соответственно, уже действуют такие меры. Что хочется сказать по вопросам именно задолженности? Узнать задолженность можно как в налоговой инспекции, да, также можно узнать задолженность в МФЦ. В режиме онлайн это можно сделать, опять же, и в личном кабинете налогоплательщика, и на портале государственных услуг. То есть хочу отметить, что на портале государственных услуг содержится именно информация о задолженности, о налоговой задолженности плательщика. Но не содержится информация о предстоящих начислениях. То есть вот если сейчас налогоплательщик зайдет на портал госуслуг, то информации о тех платежах, которые он должен сделать по сроку 1 декабря, там не содержится. Потому что в данном случае задолженность это еще не является. Это все приходит в составе налогового уведомления. А если имеется у налогоплательщика задолженность за прошлый период, то, соответственно, на портале госуслуг он это увидит. Но хочу обратить внимание, пользователи госуслуг с паролем, да, с логином и паролем от госуслуг можно точно так же зайти в личный кабинет налогоплательщика. Да, это хорошая информация, важно. Что ж, спасибо за участие в нашей программе. Я напоминаю, что у нас в гостях был сегодня Михаил Минко, заместитель руководителя УФНС России по Рязанской области. Увидимся.